Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания к Коринфянам святого апостола Павла, глава 10, стихи 7 по 18, то есть до конца главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы? Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня перед нами глава 10, стихи с 7 по 18, то есть до конца 10 главы. И здесь апостол Павел продолжает свою заочную баталию словесную с лжебратьями, с противниками Евангелия Христова, и мы даже здесь видим такую прямую речь от них. И апостол Павел здесь использует такой свой излюбленный прием, прием диатрибы, это прием античный, античного письма, когда ты ведешь беседу с невидимым противником. «Твоя речь строится по принципу его тезисы, твои ответы». И все воспроизводишь ты. Ты воспроизводишь и тезисы, ты воспроизводишь и ответы на эти тезисы, на эти выпады. И мы видим здесь такое, знаете, такое легкое словесное фехтование. На апостола Павла идет атака, он ее отражает, и сам, в свою очередь, устремляется вперед на противника. Почему противника? Потому что они пытаются исказить Евангелие, они пытаются исказить Слово Божие. Поэтому апостол Павел его защищает, как истинный воин Христов. Потому что апостолу Павлу все равно на то, что скажут о нем самом, ему важно, что слова этих противников будут значить для дела проповеди, для Евангелия, для евангелизации. Соответственно, о чем мы читаем сегодня? На личность ли смотрите? То есть вот эти противники, апостола Павла, лжебратья, клеветники, хулители Слова Божия, они, скажем так, решили низложить авторитет Слова Божия через переход на личности. То есть они пытаются максимально унизить апостола Павла в глазах коринфян. И он говорит, хорошо, вы смотрите на личности, говорит он коринфянам. Кто уверен себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Если есть у тебя такая внутренняя дисциплина, и ты уже во Христе Иисусе Господе нашим пребываешь, то ты должен познать, что как ты во Христе, так и мы во Христе. Опыт твоего пребывания в Боге должен быть тождественен нашему опыту. Соответственно, ты должен четко и легко распознать те дела, которые мы делаем, исходя из нашего послушания, послушания быть благовестителями. Ибо если бы я более стал хвалиться нашу властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Как витиевато, но красиво говорит апостол Павел, что даже если бы я сейчас стал, продолжил хвалиться той властью, которая мне дана, то и в этом случае мне было бы что сказать в продолжение, в усиление. И апостол Павел говорит, я бы не остался в стыде. И он здесь, смотрите, как четко показывает, что эта власть дана ему не для того, чтобы он расстраивал Коринфян, а к созидал. Не к расстройству вашему, но к созиданию эта власть дана апостолу Павлу. Он четко проводит эту границу, эту линию между собой, которая созидает, и между лжебратьями, которые расстраивают отношения, уничтожают то, что выстроил апостол Павел, что он создал. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Не думайте, что я пишу вам только вот так строго. И вот здесь как раз-таки он ссылается на слова вот этих лжебратьев, противников. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. То есть он в посланиях такой герой, они вот, переходя на личности, они вот били вот в эту точку. Говорят, что вот он, в посланиях герой, так хорошо говорит все сильно, а придет, сядет в уголочки, и чего-то тихонечко там говорит. Ну какой же это апостол? Где его власть? И вот они пытаются исказить образ апостола Павла, вложить ложное представление, ложный стереотип в Коринфян об апостоле Павле. Так вот, апостол отвечает им, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Пускай не думают они, что их вот такая заочная клевета им легко обойдется. Апостол Павел может быть строгим и решительным и лицом к лицу. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Он здесь четко говорит, что вы не ровня нам, мы не хвалимся ни перед кем заочно. Мы не сопоставляем и не сравним себя с теми, которые сами себя выставляют. Апостол Павел даже не хочет входить в один ряд сравнения с этими людьми. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. То есть они сами кичатся своими мнимыми достижениями, своими воздушными замками, которые они выстраивают, но они пустые, подует ветер. Ветер перемен. И эти замки развеются по ветру. Но, говорят, они красиво. Выстраивают сами себя, но делают это неразумно. И апостол Павел не хочет входить в сравнение даже с ними. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. То есть эти люди, лже-братья, выполняют то, что им не поручено. Они взяли не по себе меру, да, бери меру по себе, чтобы не падать при ходьбе, как говорится. Соответственно, а апостол Павел трудится в рамках того удела, которое назначил ему Бог. Поэтому он имеет право хвалиться в рамках того удела, который ему выделен. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, как это делают лже-братья, но не одеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так, чтобы и дали вас проповедовать Евангелие, не хвалиться готовым в чужом уделе. То есть он показывает, четко удел есть, коринфяне Христа приняли, Евангелие познали, познали. Он надеется и дальше трудиться, чтобы увеличить масштаб принятия, увеличить количество коринфян во Христе и чтобы пойти дальше и трудиться там, где еще никто не трудился. И он говорит, что я тружусь там, где никто не трудился и строю новое, на фундамент, сам выстраиваю фундамент. А вот эти лже-братья приходят и трудятся на чужом фундаменте. Поэтому и такое прекрасное афористическое выражение сегодняшним, завершает сегодняшний отрывок. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Смотрите на дела. Дела – ярчайшие свидетели того, кто есть на самом деле человек. Поэтому будем трудиться, дорогие братья и сестры, и не хвалиться не своим уделом, но стремиться к тому, чтобы наши дела похваляли нас вместо наших уст. Поэтому будем хвалиться в Боге. Пускай Бог свидетельствует о нас. А мы будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры